Уважаемый председатель, благодарю за представление, уважаемые коллеги, я на этой конференции представляю две организации. Это Институт материалов для электроники и магнетизма Национального совета по науке Италии и открытую лабораторию электронный синапс Казанского федерального университета. Как бы, в общем, немного странно иметь лабораторию с таким названием в Институте фундаментальной медицины и биологии, однако, я считаю, ну и насколько я понимаю, не только я так считаю, присутствие такой междисциплинарной лаборатории в этом институте приносит некую пользу. И если в начале нашей работы, нашего взаимодействия мы занимались в основном электроникой, в частности, биоподобными системами обработки информации, то в последнее время это не единственная активность нашей лаборатории. Поэтому о электронном, непосредственно об электронном синапсе я расскажу в последней части моего доклада. Начать свой доклад я бы хотел с презентации одного проекта, который мы совсем недавно представили на суд европейского сообщества, и сейчас мы ждем результаты оценки нашего проекта. И вторая причина, по которой я бы хотел рассказать, начать с этого проекта. Из пяти групп, пяти различных европейских стран, две группы возглавляют члены расы. Это Глеб Сухорухов из Лондона и вот ваш покорный слуга из ПАРМ. Что это за проект? То есть проблематика проекта. Проект направлен на то, чтобы изготовить функциональные умные протезы. Что значит функциональные умные протезы? На данный момент даже в благополучной Европе в 7% случаев изготовления протезов суставов, в частности, в данном проекте мы предполагаем работать с коленным и бедерными суставами, существует риск инфекционных или воспалительных процессов. В этом случае требуется замена протеза новым протезом. Если учесть то, что первичная установка протеза операции стоит порядка 7 тысяч евро, то вторичная операция стоит уже 50 тысяч евро. И вероятность возникновения инфекции или воспаления еще значительно возрастает. Таким образом, в рамках данного проекта мы предложили следующий поток. На поверхности протеза будут иммобилизированы контейнеры, содержащие антибиотик. Данные контейнеры могут быть по требованию открыты, и релиз антибиотика может быть произведен, опять-таки, в зависимости от того, насколько и в каких количествах он нужен. Для того, чтобы управлять этим процессом, на поверхности протеза будет иммобилизирован чип, содержащий сенсор PH температуры и 4 энзиматических сенсора, регистрирующих различные биомаркеры. Для того, чтобы это не причиняло никаких неприятностей пациенту, система будет содержать электронику, которая будет управлять открыванием данных контейнеров. И, кроме того, содержать спиралевидную планарную антенну для того, чтобы производить, во-первых, передавать считываемый сигнал, получать сигнал на открывание контейнеров и беспроводно запитывать всю электронику, которая для этого необходима. Надо сказать, что эти чипы уже на данный момент существуют, и член нашего консорциума, о котором я расскажу чуть позже, производит эти чипы, и он представляет из себя планарную систему, где-то сантиметр на сантиметр, абсолютно биосовместимую и хорошо работающую. Далее, так как емкость контейнеров имеет некие ограничения, и в данном конкретном проекте мы предполагаем загрузку, которую хватило бы на два месяца после операции. Это критический срок возникновения инфекций и воспалений. Что будет далее, если количество в контейнерах будет недостаточно? Электроника, в принципе, будет на протезе очень долгое время. И если после того, как контейнеры опустошатся, необходимость в антибиотиках все еще будет существовать, будет производиться инъекция лекарственного препарата, который инкапсулирован в так называемые смарт-капсулы. В этом смысле я немного перекликусь с предыдущим докладом, хотя подходы у нас немного разные. Вот это как бы разбитый на рабочие пакеты проект. То есть предполагается изначально модификация цементов, причем это могут быть как гели. Мы, правда, немного предлагали другой подход. Далее это создание контейнеров на поверхности протеза. Я немного позже расскажу некоторые детали того, как это делается. Это создание капсул, содержащих лекарственный препарат и позволяющих направленную доставку и индуцированный релиз. Это чип с сенсористикой. Это система энергоснабжения данного соединения. Это как отдельный пакет биосовместимая инкапсуляция всего этого прибора. И закончим мы все это на инвиво и инвитро экспериментах. Инвиво эксперименты по релизу предполагаются на мышках, в то время как, так как размеры человека и мыши они значительно больше, поэтому энергоснабжение на мышке мы проверить не сможем, поэтому это будет проверяться на трупах. Междисциплинарная натура этого проекта иллюстрируется вот этим графиком. У нас пять членов команды. Это медицинский университет Инсбрука, который координирует этот проект, потому что координировать такой проект, безусловно, должны медики. Далее это присутствуют инженеры, политех Лозаны из Швейцарии, которые как раз занимаются чипами, имплантируемыми чипами для сбора информации. И в данном проекте они расширят немного свою компетенцию, обеспечивая электронику для индуцированного релиза. Наш институт это специалист в материаловедении. Далее вот эта частная компания это спин-офф Лондонского университета, возглавляемая Глебом Сухоруковым. И наконец мы имеем межуниверситетский центр из Бельгии, которые как раз являются известными экспертами по вопросам биосовместимости. Теперь я расскажу немного деталей о том, каким образом будут делаться контейнеры и капсулы. Причем я начну с капсул, потому что хронологически они были сделаны раньше, чем контейнеры. Заслугам их открытия принадлежит Глебу Сухорукову, члену РАСА и бывшему президенту Европейского отделения РАСА. В данной части работы я в основном представлю результаты, полученные в нашей группе по использованию данных систем в качестве идеальных носителей лекарственных препаратов. Что такое идеальный носитель лекарственного препарата? В данной работе я совсем ничего не говорю об активных веществах, потому что мы ими не занимаемся. Идеальный носитель лекарственного препарата – это система, которая должна быть доставлена строго в определенное место, где есть заболевание или риск заболевания. И релиз активного вещества должен быть произведен в этом месте и в нужный момент. Теперь, каким образом производятся эти капсулы? В 80-х годах очень широкое распространение получил метод так называемой полиэлектролитной самосборки. Первым человеком, который начал развивать этот метод, это был Гера Деккер из Макс Планка. Вторым человеком, который очень много работ сделал в этом направлении, это наш соотечественник Юрий Львов. Работаю сейчас в Американском университете Луизиана. Почему этот метод получил такое широкое распространение? Потому что он очень прост и очень эффективен. То есть, если мы имеем два раствора, содержащие противоположно заряженные полимеры, и хотим создать некую систему с молекулярной архитектурой, нам достаточно погрузить подложку в первый раствор, происходит физическая отсорбция слоя полимера до определенной толщины, выше которой она не растет, потому что происходит электростатическое отталкивание. После этого образец споласкивается и погружается в раствор полимера заряженного противоположного. Сначала происходит электростатическое взаимодействие, после чего, опять-таки, после какой-то толщины дальнейший рост не происходит. Чередуя эту процедуру, мы можем создать структуры с очень точной толщиной. Более того, это может быть не два полимера, это может быть сколь угодно полимеров, и даже не только полимеров. Это могут быть биомолекулы, это могут быть наночастицы. Единственное требование заключается в том, что каждый последующий слой должен быть заряжен противоположно предыдущим. Большой прорыв в этом направлении был сделан как раз Глебом Сухоруковым, который взял и применил эту методику для нанесения на непланарные поверхности. Вот здесь показан процесс формирования капсул. То есть на поверхность сферической заготовки наносятся слои полимеров до нужной толщины. После чего растворяется ядро данной полимерной частицы, и мы имеем полый контейнер. Интересно то, что размеры и формы этого контейнера полностью соответствуют размерам и форме заготовки, на которые мы это дело наносили. Еще один шаг вперед в этом направлении был сделан, когда было показано, что данные контейнеры можно наполнить. И наполнить их можно очень просто. Вот здесь как бы показан процесс наполнения, а это реальные флуоресцентные картинки. То есть изначально мы имеем герметичную капсулу, и если в раствор мы помещаем краситель, краситель внутрь капсулы не проникает. Далее мы понижаем немного PH, и краситель проникает в капсулу. После чего мы опять повышаем PH, меняем раствор, и весь краситель заключен внутри капсулы. То есть создав капсулу, мы ее можем наполнить всем, чем мы можем захотеть. Теперь возвращаясь опять к идеальным носителям лекарственного препарата. Как я сказал, они должны обеспечивать направленную доставку и индуцированный выпуск. Причем данная методика позволяет создать контейнеры в случае доставки, обладающие свойствами стратегических ракет. Можно осуществить две системы доставки. Грубое и точное наведение. Что нужно для грубого наведения? Для этого достаточно в оболочку капсулы ввести магнитные наночастицы и внешним магнитом управлять движением этих частиц к зоне риска или зоне заболевания. Эти работы очень широко продемонстрированы Глебом Сухоруковым. Причем более того, он считает, что физические методы доставки наиболее эффективны по отношению к биохимическим, скажем так. С другой стороны, возможно и точная доставка, это уже вот наша работа, когда для того, чтобы произвести прикрепление капсулы к строго определенному месту, мы на поверхности данных частиц иммобилизовали антитела. Иммуноглобулин G. Вот эта работа просто была соответствующим образом изменена методика нанесения. И в данной работе мы действительно показали, что такими капсулами мы можем находить токсины. И методика создания слоев иммуноглобулина была такова, что при связывании, при специфическом связывании, не происходило отрывание иммуноглобулина от поверхности капсулы, а наоборот мы связывали на поверхность молекулы цитотоксина. Теперь, что касается релиза. В идеальном случае было бы хорошо, если бы какой-то продукт заболевания вызывал изменение проницаемости капсул. Если, ну, так как я не медик, но по всей вероятности существуют заболевания, которые приводят к увеличению кислотности. В этом случае задача очень проста, и релиз произойдет только в этих местах, где была увеличена кислотность. Если нет, необходимо четко знать, к чему приводит возникновение заболевания. Здесь, вот в этой части работы, я вам просто покажу подход, который мы применили, который может быть использован для лечения артрита. В случае артрита организм начинает вырабатывать ферменты, которые взаимодействуют и разрушают коллаген костных тканей. Поэтому в данном случае наши оболочки капсул содержали коллаген. И в этой части работы мы посмотрели кинетику прогрызания дыр в оболочке капсулы при содержании данных ферментов в растворе. Для того, чтобы на самом деле посмотреть динамику и рост пор, нам нужны были объекты с хорошо известным диаметром. И поэтому мы загрузили наши контейнеры золотыми наночастицами двух различных диаметров. И используя рентгеновскую флюоресценцию с использованием сихротронного излучения, мы посмотрели выход золотых частиц, кинетику выхода золотых частиц из капсул в раствор, регистрируя изменения флюоресценции. Сигналы флюоресценции при поверхностном слое раствора, отделенном от остальной части, мембраной с диаметром пор меньше, чем диаметр используемых капсул. В случае шести нанометровых частиц кинетика изменения флюоресценции от времени была вот такова. Обратите внимание на эту цифру. То есть поры более чем шесть нанометров образуются после порядка девятисот секунд экспозиции раствору, содержащую данный энзим. В случае пятидесяти нанометров это соответствует чуть больше, чем восемь тысяч. То есть почти линейная зависимость размера пор от времени экспозиции. И таким образом, в данном случае, в случае использования именно этих энзимов, мы можем достаточно четко предсказать, после какого времени и какого диаметра поры возникнут в данных контейнерах. Следующий вопрос. А что же все же делать, если, например, продукт заболевания вообще не вызывает? Ну, либо очень сложно подобрать архитектуру оболочки, либо невозможно подобрать архитектуру оболочки, которая реагировала бы на заболевание. Методов может быть очень много. Например, широко используются методы инфракрасной или ультрафиолетового облучения. Правда, в этом случае, в обоих случаях, наверное, это не очень хорошо, так как ИК может вызвать локальный разогрев тканей, а ультрафиолет, как известно, вообще может привести к мутациям ДНК. В данной работе мы использовали другой метод. То есть, может быть, не такой простой, но очень забавный. То есть, опять-таки, это некое воздействие, внешнее воздействие, изменяющее проницаемость оболочки капсулы. В этом случае, как я говорил ранее, мы использовали способность изменения проницаемости посредством вариации PH. В природе существует такой крайне интересный белок, во всех отношениях интересный белок, бактериородопсин. Это главная составляющая часть мембран пурпурных бактерий. И функции этого белка, то есть, это первый этап фотосинтеза. Бактериородопсин поглощает свет и при этом производит переброску протона с внешней стороны мембраны во внутреннюю сторону мембраны. Причем, квантовая эффективность данного процесса 100%, один фотон, один протон, и второе, при этом поглощается свет с максимумом 570 нанометров. То есть, это зеленый свет, который вообще безвреден. Оп, извините. Мы нанесли такой белок на оболочку наших мембран, и здесь вы видите фотографии электронной микроскопии, капсулы высушены в темных условиях и светлых условиях. И образование пор достаточно хорошо видно в случае экспозиции данных объектов свету. При этом, также и релиз из этих капсул происходит только на свету. Теперь, это тот объект, которым в проекте, который я вам представил, будет использоваться в случае дополнительной надобности терапии. В случае двух месяцев после операционной терапии, весь антибиотик будет находиться в контейнерах на поверхности данного протеза. Контейнеры, на самом деле, это более молодая часть данного исследования. Первая работа в этой области была опубликована всего три года назад. И, опять-таки, я не буду вдаваться в технологические детали, но при этом возможно создание на поверхности, на любой поверхности, в нашем случае на поверхности протеза, вот таких контейнеров, которые мы можем загрузить каким-либо соединением. И, что самое интересное, что самое главное, мы их можем один за другим открыть. В данном случае открывание происходит посредством облучения светом. И, как вы видите, вот мы взяли и открыли одну, я не знаю, насколько хорошо это видно, но здесь мы открыли одну капсулу, переместились и открыли другую капсулу. То же самое будет происходить на поверхности протеза. Мы предполагаем, по крайней мере, попробовать два метода открывания данных капсул, оба из которых технически выполнимы. И, таким образом, в принципе, к вопросу, опять, о том, нужно ли только одно вещество, либо нам нужно много веществ, мы можем создать группы разных контейнеров. И последовательность, и количество их открывания может зависеть от того, что нам показывает наша сенсорная система. Ну и теперь буквально несколько слов о том, для чего наша лаборатория здесь была организована. Как я уже сказал, это лаборатория электронный синапс. И, как бы, главная идея исследований моих и моей группы в последнее время заключалась в следующем. То есть, давайте вот рассмотрим главное отличие компьютера и мозга. В смысле архитектуры главное различие заключается в том, что компьютер – это устройство, в котором память и процессор – это два независимых устройства. То есть, информация носит заведомо пассивный характер. Мы можем ее заполнить, считать, уничтожить. Информация не меняет ничего в связях внутри процессора. Процессор остается тем же самым. Поэтому обучение компьютерных сетей на данный момент может производиться только на уровне программного обеспечения. В мозгу те же самые элементы отвечают как за хранение, так и за обработку информации. То есть, информация начинает играть очень активную роль. Мы не просто запоминаем. Каждый раз что-то поняв, мы изменяем наш процессор. Мы делаем его более готовым к дальнейшему решению подобных задач. То есть, это обучение на уровне железа, на уровне приборной реализации. И второе важнейшее отличие, опять-таки, которое связано с тем, о чем я говорил до этого, это то, что компьютер работает по прерыванию. Каждый конкретный момент он выполняет одну операцию. В то время как в мозгу одновременно происходит выполнение кучи операций. Именно поэтому, если, например, делая арифметические вычисления, мозг крайне медлен для решения очень сложных задач, например, задачи по распознаванию и по классификации, он делает, несмотря на огромные успехи в области распознавания образов в компьютерах, все равно компьютер очень далеко до возможности человека, который может распознать персону в сумерках на большом расстоянии и анализируя не только зрительную информацию, но вообще целый ряд других параметров и используя еще накопленный опыт. Так вот, для того, чтобы создать системы биоподобной обработки информации, нам нужны элементы, электронные элементы, обладающие свойствами синапсов в той или иной степени, для того, чтобы они могли позволить обучение по правилу Хэба. То есть, по правилу Хэба, если у нас имеется два нейрона, соединенных синапсом, то синаптическая связь возрастает по мере частоты ее использования. То есть, если у нас есть нейронная сеть, то весовые функции переходов от одного нейрона к другому увеличиваются по мере того, как часто мы это используем. Это обучение. То есть, это систематизация сети, наведение предпочтительных путей прохождения сигнала. Значит, опять-таки, не вдаваясь в детали, в нашей группе в 2005 году мы разработали вот такой прибор, который как раз и обладал свойствами электронного синапса. В принципе, такой прибор можно назвать не... Такой прибор сейчас в мире называется мемристером. Это резистор с памятью, который изменяет свое сопротивление в зависимости от заряда, который через него прошел. Но, в принципе, этот прибор, это может быть ближе к биологам, может быть назван мнимотриксом. Мнимотрикс – это тоже гипотетический прибор, который ввел в рассмотрение Валентину Брайтенберг, один из китов по исследованию механизмов обучения. И свойство этого прибора, его мысленного эксперимента заключалось в том, что это некая проволока, которая вначале имеет очень высокое сопротивление, и по мере ее использования это сопротивление уменьшается, а проводимость, наоборот, увеличивается. Для того, чтобы показать, что это действительно то, что мы создали, можно рассматривать как электронный синапс, мы воссоздали часть... сделали электронную цепь, имитирующую архитектуру и свойства участка нервной системы улитки, отвечающей за ее обучение. Это было достаточно просто, потому что этот участок содержал всего два синапса. Вот как раз экспериментальные данные этой реализации. И то, что мы сделали за последний год в данной лаборатории в Казани, это разработали новую систему изготовления активных слоев, которая позволила нам работать в жидкости, и причем изменение электрических свойств данной системе в жидкости, в диапазоне pH, соответствующих физиологическому диапазону работы живых существ, практически не менялось, что позволило нам в взаимодействии с другой группой Казанского федерального университета вырастить на таких системах нейронные нейроны и сделать первые шаги в исследовании электрических свойств. То есть, я повторяю, это очень предварительные данные, но они показывают, что по всей вероятности нейроны, нейроны, выращенные на функциональных полимерных подложках, активны, и сигналы, генерируемые в данных системах, могут быть использованы для того, чтобы управлять электрическими свойствами искусственных компьютерных сетей. И наоборот, мы можем использовать сеть наших приборов для точечного возбуждения селективных нейронов, либо групп нейронов. Ну, в общем-то, я закончил. Это не все, но главные действующие лица, которые работают над этими проектами в Парме, в Казанском университете. Ну, и это главные международные персоны, с которыми я работаю. Это Сандро Караро из политехникума Лозанны, Швейцария. Это Глеб Сухоруков, Лондон, Англия. И еще один человек, это Андрей Адаматский, профессор из Бристоля, возможно, главный специалист в мире по нетрадиционному компьютингу. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы выполнили программу первой половины утренней сессии. Объявляется кофе-брейк. Мы продолжим. Сейчас? О, я передаю микрофон Николаю Васильеву. Есть приятная процедура. Уважаемые коллеги, до того, как мы разойдемся, нам бы хотелось выполнить очень приятную миссию и вручить дипломы участникам вчерашней постерной сессии. Нашим молодым ученым, которые вчера проявили себя замечательно. Мы со многими общались лично. С кем не успели пообщаться, не обессудьте. Было огромное количество постеров. Мы, честно говоря, не ждали. И все постеры были очень высокого качества. Сейчас будем вручать дипломы. Коллеги, чтобы не было у нас больших задержек, я буду называть фамилии просто. А из рук Николая Владимировича вы уже будете получать вот этот диплом конференции КФО «РАСА». Хорошо? То есть выходите и получаете. Аюпов Рустам. Невзорова Татьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Есин Олег. Не вижу. А Валь... А, Волынщикова Христина, да? Юганова Ксения. Нет Ксении. А Аршавский Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда будем задерживаться, Росток. АПЛОДИСМЕНТЫ Харченко Анастасия. АПЛОДИСМЕНТЫ Кириллова Екатерина. АПЛОДИСМЕНТЫ Анисимова Елизавета. АПЛОДИСМЕНТЫ Держи кого-нибудь тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ ГУМЕРОВА СЮМБЕЛЕ. Есть ГУМЕРОВА? КАБАНОВ ДАНИЕЛ. ИДЁТ, ИДЁТ. КУРМАШОВА. КУРМАШОВА. Видишь, ЕЁ нет? ИДЁТ, ИДЁТ. АХЕЗИН. АХЕЗИН. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНЬТХИ ЛАН. МИНУЛИНА. МИТРОФАНОВА. НИГМАТУЛИНА ЛИЛЕ. Нет пока. САКУРЕНКО. ТИХОНОВА АНАСТАСИЯ. МИТРАШАГИНА ДАРИЯ. ПУХОВСКАЯ ВИКТОРИЯ. ХАДЖАЕВА ВЕРА. МИТРО br Гатина. Колобынина, Ксения, я видел, она здесь. Старостина, Ирина. Старостина не видно? Здесь, здесь. Идет? Тазидинова. Хамедулина Лея. Ефремова Светлана. Галиева Луиза. Куснудинова Диляра. Это кто у нас? Куснудинова Диляра? Нет. Санатова. Кадырова Гульнас. Муянгова. А, или Мусалова. Так вот, как первая Муянгова, Мусалова. Эмине. Мулахметова. Мулахметова. Япарова сразу встаем. Чтобы видно было. Рахматулина Айголь. Литвин Ярослав. Иванова. Велену, да? Салафудинов Ильнур. Ильнура не видел сегодня. Мухаммедзианова Сабина. Не видно? Нет. Шарафудинов Иршат. Байдамшина Диана. Есть. Амудбаева Айголь. Гаязова Эльвира. Девятьяров Руслан. А, есть. А, Гаязов. Чуть быстрее поднимайтесь со стула, чтобы видно было. Девятьяров Руслан. Есть. Есть. Нигмедзианов Ислам. Нигмедзианов Ислам. Есть. Это Девятьяров, а вот Нигмедзианов идет первым. Шейхудинов Нурислам. Шарипова Эльвира. Была же. Это Шейхудинов Нурислам. Чернова Ольга. Певнев Георгий. Сайфулина Кадрия. Плюшкина Александра. Бурганова Гузель. Абызова Мария. Маша, иди сама сюда. Мавликеев Михаил. Белялов Айрат. А, он на зачет убежал сейчас. Да? Титова Ангелина. Вот иди за своим. Это потом. Гафиатулина. Бурханаева Дина. Не вижу. Топчу Юлия. Есть Топчу Юлия? Абрамов Сергей. Вон там на регистрации у нас сидит, бедолага. Чего его не позвали? Скрипова Вера. Вера тоже была здесь. Вера. Денека Александр. Абрамов Сергеевич. Абрамов Сергеевич. Абрамов Сергеевич. Да, конечно. Ребята, не расходитесь, кто получил сертификаты, потом вот здесь на лестнице сфотографируемся, фото сделаем. Веткина Анастасия. Гайфаулина Айселу. Абрамов Сергеевич. 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 За Курмашеву только вечером. Сучков Дмитрий. Винокурова Дарья. Валиева Гузель. Ахмедшина Динара. Эммануэль Кабве. Изабелла Андреянова, выходи. Алина Пешкова. Алина, выходи, дорогая. Валиулина Айгуль. Ноги только не переломай себе, не торопись, дождется тебя. Ты главное встань. Гаранина Екатерина. Мартынова Катя была, видел. Салахеева Диана. Кузнецова Екатерина. Елена, а где она? О, Лен, выходи, извини, я тебя переименовал. Камалов Марат. Валеева Елена. Бекмулин Айдар. Бекмулина не вижу. Валидов Шамиль. А, Шамиль, где Шамиль-то? Взрослый. Гавриш Кристина. А, Мазитова Александра. О, давай, 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 молодец, умница. Козлова Ольга. Изотова Екатерина. Дорогие друзья, в кофе-брейк Николай предложил, давайте мы сделаем общие фото. Вот здесь на лестнице очень хорошо получается. К первому этажу спустимся и нас снимут. Вы свои сертификаты будете показывать, да. Пойдемте. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ